Главное не засиживаться дома, а пожилым людям любого возраста полезны ежедневные прогулки и упражнения на балансировку. Зарядка, прежде всего, гимнастика. Можно заниматься гимнастикой цигун. Это достаточно хорошо развивает баланс, это хорошо работает на кровообращение, не только сердечное, но и мозговое кровообращение. Нужно следить за питанием, чтобы достаточно количества питательных веществ, белка, минеральных веществ, чтобы не случались остеопаратические, минимизировать остеопаратические отклонения. Чем старше человек, тем больше внимания к переключению мозговой деятельности. Для этого нужно каждый день делать что-то новое, изучать новые места, ходить непривычными маршрутами. Есть очень простое упражнение. Вы знаете состояние вашей комнаты, вы знаете знакомое помещение. Закрыли глаза, руки вперед и пошли по комнате. В знакомой ситуации с открытыми глазами ходим спиной вперед. Несколько шагов спиной вперед и у вас уже переключается мозговая деятельность. У пожилых людей слуховые, зрительные и мышечные анализаторы плохо скоординированы. Снижается реакция и кальциевый состав костной системы. Любая жалоба пожилого человека о том, что он упал или ударился, должны насторожить. Небольшое падение, небольшой удар и уже перелом плеча, перелом шейки, бедра. Наклон человека, обычный наклон вперед вызывает переломы поясничных позвонков. Подъем тяжести более 3 кг вызывает переломы грудных позвонков. Кровотечения, которые последуют за падением, они могут быть разнообразны и достаточно обширны, потому что кости, которые ломаются, они обширны. Обращение к врачу – это обязательно.